Так, всем привет, спасибо, что пришли, спасибо, что смотрите, те, кто в трансляции. Давайте так, времени мало, слайдов много, рассказать хочется впихнуть невпихуемое, так что погнали разгонять свою кору. Начнем с уточнения требований. То есть, ребят, скажите, пожалуйста, поднимите руку, кто работает с клиентами. Вот, это отлично, много достаточно. Смотрите, тут будет куча вопросов, но я постараюсь объяснить, почему я их взял. Давайте с первого, цели и задачи. У человека, клиента, который заказывает, много всяких проблем, он может там 10 тебе. Но я говорю, так, давай мне три самые важные задачи. Вот возьми вот свою силу в кулак и покажи мне, что тебе надо сделать. Дальше. И чем мы это мерить будем? То есть, какими метриками, что ожидаешь на выходе? Я понимаю, приблизительно, там, сайт или приложение дают, или какой-то веб-сервис. Я понимаю, какие метрики, и я просто даю ссылочку на метрики, чтобы человек, который даже не знает, что это такое, в принципе, мог взять и подойти, посмотреть их и описать. В принципе, и мне потом легче. Дальше. И я предлагаю, вот в таблице там, у вас, кстати, вы сможете потом скачать в Google Docs, посмотреть эти все вопросы. И я ему даю там три метрики. И напиши, почему. Вот это первая метрика, какая она, что ты там, например, хочешь. Ну, тебе надо там вовлечение увеличить, количество страниц за сессию, условно говоря. Или почему она важна. Я, например, не знаю, вот я понятия не имею, зачем ему эта метрика. То есть, я потом уже дальше иду анализировать. И поехали, следующий вопрос. Что препятствия? То есть, у каждого клиента разные есть препятствия. У кого-то препятствие – это бюджет, у кого-то препятствие – это сроки, разработчики, там еще какие-то головные боли. То есть, мне важно понять, что движет, какая сила ему нужна для старта. Дальше. И мне важно понимать, какие сегменты людей ему важны. Не просто, кто ваша целевая аудитория 18-25, мужчин и женщин. Ну, это все не работает. Ну, то есть, я не рассматриваю. Если мне так и пишут, я говорю, нет, я это не принимаю. Вот четко распишите, кто ваша аудитория. Я с простой, ну, не буду работать. Как правило, человек уточняет, потом дописывает. Следующее, что их волнует. Например, я пишу до сделки, там абонементы, например, или это занятие, или еще что-то. У людей, ну, клиентов клиента есть разные на стадии, да, волнения. Куча вопросов у них возникает. И мне важно понять. Потому что, ребят, если думаете, что конверсия – это все, это не все, это только начало. Вот важно это понять. Поэтому после сделки людей тоже куча вопросов. То есть, сделали заказ в интернет-магазине, у людей вопросы. Как мы это можем потом улучшить этот опыт взаимодействия, чтобы клиент еще возвращался. То есть, эту конверсию разогнать дальше. Теперь, какие у людей цели? То есть, что они хотят от сайта, от вашего приложения, от вашего сервиса? Вот какая конкретная цель? Клиенты, как правило, знают. Но есть пошаговый процесс работы. Мне важно понимать, а как вот клиент пошагово, да, то есть, от первого звоночка, вот, что он делает до совершения сделки. И потом после совершения. То есть, понять из этого всего процесса, выделить, а какой же… Мы не говорим сейчас про интерфейсы, мы говорим про понимание проблемы, про первые, вот, самые простые подходы к проблеме. И если клиент это описывает, ты потом можешь понять, что, ага, где-то вот на втором или третьем шаге, вот, у нас где-то конверсия срезается. Можно глубже туда залезть и посмотреть. Дальше. Я спрашиваю, а почему вот должно быть интересно там ваше занятие? Условно говоря, там, или ваш продукт, или ваш сервис, или ваш ресторан. Ну, не важно что. И мне интересно, вот, как клиент понимает, ну, показывает свою мотивацию. А, так слышно, да. Да, хорошо. Так, извините, тут была задержка. Дальше. А что мотивирует текущих клиентов продолжить сотрудничество? Вот. То есть, уже конверсия, ну, то есть, достижение цели, это еще, это только начало работы. Вот, что, за что они, как бы, мотивируют дальше работать? И, где они обрываются? Вот, я, например, не знаю, вот, все бизнес-процессы, все тонкости. Мне важно понять, какие, и важно, что, какие причины за этим стоят, почему люди обрываются, вот, что не так, например, делается, что у них, ну, не получается, например. Клиенты, как правило, вот, чаще описывают, да, потому что им надо понять, как-то загладить этот процесс. Следующее. Вопрос, кажется, вот, каких успехов удалось достичь за последние 12 месяцев? Как правило, почему люди на сайте, на приложениях нигде-то не указывают, а на самом деле, говорят, а у нас классный рост продаж был, а у нас там вот новая аудитория пришла, а у нас там еще куча новых видосов появилась, которые мы еще не запилили, и куча новых, там, хорошо у нас там аккаунт в Инстаграме растет. Вот, окей, я этого не знал, на, как бы, на сайте это не написано. Вот такие вот маленькие детали, они позволяют потом сработать. И какие возражения, вот, что люди как возражают, то есть, это первое, всегда есть недоверие, ты что-то, ты привык, допустим, там, заказывать воду, условно говоря, и ты хочешь на нового перейти, у тебя есть какая-то доля недоверия, это что-то новенькое. И люди пытаются своими возражениями сказать, объяснить причину, да, какие-то боли. И это мой, просто один из вопросов, а чем ты будешь лучше других на рынке? Вот, некоторые ребята пишут, что мы собираемся там, новую команду, у нас будет там новый проект, у нас будет новое подразделение, новая категория откроется. Окей, я буду знать, я думаю, как ее добавить, как там улучшить, например, внедрить ее в продукт, чтобы потом разработчики не ломали голову. Дальше. А что важно донести о бренде? То есть, мы тут говорили больше о продуктах, о услугах, а в целом о компании, да, вот, на чем стоит акцентировать, ну, внимание, вот, что важно донести? Тоже часто это не описано. То есть, они как-то описывают, ну, где-то это очень сухо, а у клиента есть две таких штучки, плюшки, которые это можно очень классно обыграть. И оно работает на самом деле. Дальше. А что хуже всего продается? Ну, то есть, все говорят, что у нас там вот классно, то-то, то-то, то-то. А надо посмотреть обратную сторону монеты, а может быть, есть какие-то вещи, которые надо все-таки первым делом посмотреть, не улучшать то, что уже хорошо продается, а улучшить то, что хуже всего это делается. Дальше. Мы не знаем, какие, ну, я лично не знаю, какие там планируются акции, скидки, возможно, у клиента есть уже, у него просто есть какая-то бонусная программа, уже разработана механика, но чтобы потом внедрить на сайт, это надо опять будет голову ломать. Лучше это сразу заранее узнать. Если это будет, окей, сразу это предложить и заделать. Дальше. Кто сильные конкуренты? И зачем я, вот бывает иногда я делаю такие пометки, зачем я эти вопросы вообще у людей спрашиваю, зачем я их время отвлекаю? Ну, то есть, я хочу узнать, как выделить ваш бизнес среди других, подумать. Много раз за 10 лет я вставал на грабли, даже когда проектировал интерфейсы Lenovo, Pandora, Intertopo, ну, много было вещей, но важно очень быстро встать на ноги и все ситуации улучшить. Важно понимать специфику продукта, бизнеса, конкретные услуги. Лучше клиент это сразу опишет. Например, там запрещено рекламироваться по конкретным ключевым словам. Значит, эти ключевые слова не должны быть на сайте. Окей, мы подумаем о синонимах. Ну, это просто один маленький такой пример. Что у тебя заложено на развитие? Вот что ты хочешь интегрировать в свой продукт? Опять же, надо выяснить дальше. И вот такие вот мелкие детали. Вот если что-то волнует, вызывает пожелания ко мне, да, там, команде, процессу, лучше сразу опиши. Давай на берегу договоримся, что вот это будет нашей стартовой точкой, и мы поймем. И есть такие вещи, когда некоторые клиенты, ну, заполняют это процентов 30, этот последний вопрос. И вот они говорят, что вот ты забыл там упомянуть, вот у нас там еще выстраивается какой-то там процесс и так далее. Вот мы бы хотели там описать, у нас вот есть закрытые там видео какие-то, вот личный кабинет, посмотри. Окей, это вот для таких 30% специально готов этот вопрос. Ну, это была такая простая разминочка. Поехали дальше. Смотрите, что это такое. Эта часть, я не могу там вот очень много за час поделиться, но то, что мне в последнее время понравилось. Например, мы знаем, что можно на сайт смотреть, да, там, аналитику, статистику и так далее. Но есть уже омниканальность, когда люди в социальные сети ходят, в фейсбуки, инстаграмчики. И есть прекрасный сервис, social insider, сейчас я скажу, да, social insider. И мне важно сделать такой быстрый обзор. А что люди лайкают? А вот на что они реагируют? На что они комментируют? То есть я не хочу тратить там час-два времени, мне надо вот быстро зайти, взять 3-4 конкурентов. Это я взял по сайту игрушек UK иногда. И, например, мне интересно было сравнить, а вот что цепляет вот этих людей? Какие каверы? На что обратить внимание? Какая тематика этих каверов? Что они пишут? Текст, какие картинки, что там именно они делают? Если есть видео, окей, хорошо. Или какие-то хэштеги, если это касается инстаграмчика. И тогда какая-то общая картина вырисовывается, как люди ведут себя в социальных сетях, что им интересно. А зачем это нужно? Ну, допустим, мне надо какой-то запилить лендинг. Так, окей, и я знаю, что, в принципе, эта аудитория, она где-то резонирует с аудиторией нашего сайта. Это можно сделать для страницы категорий, подумать, какие красивые картинки туда добавить, какое описание сделать. Ну и на странице продукта, возможно, это будет связано какие-то ключевые слова, картинки, видосы. Ну, максимально использовать то, что уже соцсеть генерирует, и люди на это реагируют. Что это такое? Смотрите, например, приходит клиент из Германии, говорит, слушай, мы тут газонокосилки хотим продавать. Кстати, ребят, маленький дисклеймер. Есть вещи, которые я по НДА просто не могу говорить. Но там будут цифры, но они рандомизированные, но максимально приближенные к реальности, вот к жизни. И тебе надо узнать, что в газонокосилках, например, что люди ищут. И когда ты смотришь тот же, например, серпстат, и там 3000 запросов, ну не могу я столько времени на это тратить. Мне надо быстро это посмотреть. Я собираю просто облако тегов и смотрю, какие ключевые слова самые-самые популярные из газонокосилок. Я использую, например, серпстат, эксельчик и вот этот аддон, чтобы быстро сгенерить. Просто там можно генерить по нескольким алгоритмам, и я сравниваю, какие можно. И зачем? Ну опять же, если мы проектируем лендинг, узнать, какие ключевые слова туда можно включить. Какие даже изображения. Тоже для категорий и для того же продукта подумать, как это все сделать. Какие показать альтернативы к продукту. Вот, на базе того, что люди ищут. Дальше. Мало кто обращает внимание из клиентов и даже из, ну, те клиенты, которые мне передавали проекты. Есть, это кладезь. Я вот честно называю кладезь, когда ты внутренний поиск по сайту. Ну, если сайт большой. Это, например, сайт подарков. И, знаете, бывает, когда за два года берешь, там, ну, можно за полгода взять срез. И что оно означает? Ты берешь, сразу смотришь, а какие ключевые слова вот люди часто ищут. Зачем это они ищут? То есть у нас есть маленькая очевидная проблема. Так, наверное, не здесь. Нет, все-таки здесь. Смотрите. Почему люди начинают искать? Значит, первое, это проблема навигации. То есть это надо больше делать, чем я бы хотел. Или мне надо думать, где же найти эту вазу, где этот бокал найти, где этот набор, набор носков там найти и так далее. Вот, два подарки, набор носков, это тоже интересно, кстати. Но второй момент, который важен во внутреннем поиске, это refine keyword, я его называю. То есть когда люди видоизменяют запрос. То есть тут либо человек поиск выдал, но он не то выдал, что я искал. Либо он не нашел, и человек переформулирует запрос. Значит, проблема с логикой поиска, им надо эту проблему как-то решать. Подумать, как найти синонимы к нему. И я также смотрю еще на процент тех ключевых запросов, которые люди чаще всего перенабирают. То есть зачем? Потому что проблемы все-таки вот в этих или не могут найти, или не то могут найти. Хотя я действительно, я вручную взял, пересмотрел эти все запросы, но вроде бы все есть. Значит, это идет на обдумывание. И следующее. Есть опечатки цифры и номера. Что это такое? Опечатки, ну, в принципе, понятно, да? Если, в принципе, движок нормальный, он понимает опечатку, тебе выдает правильный результат. Почти как Google. Дальше. Бывают цифры. А что такое цифры? У меня был недавно, ну, сейчас над одним проектом работаю. И я смотрю, когда иду не просто облако тегов, а уже так в действительности смотрю, там вот из 40 тысяч строк, и замечаю один паттерн. Одни люди ищут пять, ну, там, пять цифр, а в другой восемь цифр. Я вообще не могу понять, что это за цифры, почему их столько много. И потом случайно такой, мой заказ номер такой-то. Ну, и я потом сравниваю, действительно много. То есть, возникает вопрос, что не так было спроектировано, когда люди во внутреннем поиске ищут свой номер заказа. Ну, это… И тогда возникает вопрос, ну, окей, тогда давай рядом с поиском поставим там, отследить мой заказ, или где мой заказ, как найти мой заказ. Ну, надо просто соотношение смотреть. Когда ты видишь, что соотношение большое, ну, фактически, надо думать над этим. Номера. То есть, это может быть номер заказа, это может быть номер декларации, это может быть номер еще чего-то. То есть, тут надо уже уточнять и двигаться дальше. То есть, и вот эти все вещи дают тебе фактически вариант, чтобы улучшить. Я заметил по некоторым проектам, которые делал, ну, это крупные бренды, что грамотный внутренний поиск улучшает конверсию лучше, чем с AdWords, лучше, чем с SEO, а иногда лучше, чем вместе взятые. Именно грамотный поиск внутренний. Дальше. Ну, это просто было сделано, я взял с Google Analytics, я перевел это быстренько в Docs и взял вот этот в Cloud. Ну, для чего это было, как я говорил, это улучшить навигацию и добавить, например, новую категорию. Почему? Ну, к примеру, если у нас часто ищут бар или бокс, значит, какие-то наборы для бокса, перчатки, ну, а у нас они есть, а люди их не видят. Окей, мы на внутренней, на категории, там, что-нибудь предложим, там, вот так вот это можно сделать. Дальше. Что такое? Работа с признаками. Когда, ну, где-то, наверное, месяца 8 назад мне захотелось, ну, чуть-чуть углубиться в машинное обучение. И много интересных идей я беру оттуда. Так как человек ленивый, ну, не хочу больше тратить времени, есть проекты, есть семья, есть куча других дел, и надо как-то найти такой баланс, чтобы быстро что-нибудь проверить. Вот давайте посмотрим одну штуку. Это банальный отчет, который я просто взял с аналитики и перевел его в AnswerMiner программа. То есть мне надо было быстро понять, где, например, где какие вот заказы идут у нас, где какие revenue, конверсии, транзакции, там, страницы, да. Ну, как бы видно, что есть сезонность, да, вот там где-то начинается с мая, заканчивается в августе. Хорошо, сезонность есть, заказы есть, ну, как бы то, что дает аналитика, но чего-то не хватает. Вот и мне до этого, до того, как я не занимался признаками, вот это фича инжиниринг называется, я понимал, что не хватает других деталей. А, например, а сколько заказов на каждого юзера? А какое revenue у нас по юзеру идет? Какая конверсия идет на юзера? Причем конверсия на юзера, вот если мы сюда посмотрим, вот у нас заказы, а конверсия на юзера все-таки выше здесь. Не когда у нас сезон, и ты начинаешь думать, а, как-то она связана. Ну, например, а сколько транзакций по юзеру? Да, есть сезон, но есть и вне сезона, еще это делается. То есть, конечно, признаков можно нагенерить намного больше, но просто надо посмотреть, какие из них хуже, какие из них лучше работают. И такая корреляционная матрица небольшая. Что это значит? Ну, например, меня интересует, а от чего зависит конверсия, conversion rate на каждого юзера? Я смотрю, там, среди каких, ну, например, страниц за сессию у нас где-то в 50%. То есть, тут имеет значение еще вовлечение. Вот как вовлечь, чтобы, как вовлечь лучше, больше, чтобы у нас, в принципе, этот показатель чуть-чуть вырос. Надо на каждого юзера улучшить конверсию, ну, соответственно, это будет и сразу на транзакции повлияет, сразу на заказы повлияет. Дальше. Меня также интересовал доход на пользователя. Конверсия была, а вот доход на пользователя. Как они друг на друга влияют? Что на что? И вот так вот можно просто полазить, походить, посмотреть, искать разные паттерны взаимосвязи. И, окей, процент, он, ну, сейчас, давайте здесь вот. Например, вот 52, orders by user. То есть, он берет вот весь массив в Excel и цифры, которые приравниваются. Допустим, часто с месяцем связано. То есть, значение месяц достаточно сильно работает на revenue. Месяц. Вы можете, кстати, там будет программа AnswerMiner. Можете закинуть туда отчет, оно сразу сгенерирует и можете посмотреть. И мне интересно было посмотреть какие-то связи между разными данными. Вот, например, медиана revenue на юзера. Когда она происходит? Она происходит, да, в сезон, но она также идет и в сентябре, и в феврале, и в ноябре. Но мне интересно, а как я могу в июне поднять, а как я могу в октябре поднять, а может мне акции надо какие-то сделать, может мне еще какие-то программы придумать, чтобы, вот, если мы вспомним вот эти вот требования клиента, да, поднять. Когда это надо поднять? Когда надо подготовиться к этому? Ну, соответственно, это просто бульбашки, которые там выходят так для более наглядной визуализации. Можно комбинировать эти отчеты. Ну, например, я могу посмотреть по месяцу, по юзерам, по конверсии и по revenue на юзера. То есть в разных областях. И подумать, что где можно найти. Например, я смотрю, что revenue на юзера, ну вот в июле вот как-то вообще мало. Ну вот что делать? Вот, поэтому надо с клиентом еще много общаться, поднять. Более того, можно не только аналитику смотреть, и важно не только аналитику смотреть. Можно подключить Power BI, закинуть туда еще отчеты о продажах, и может быть эти данные чуть-чуть другие. Но они, как правило, да, они, как правило, будут другие. Ну вот Power BI позволяет это сделать. Вот, это два инструмента. Причем этот можно на небольших датасетах играться. То есть там датасеты вполне тысячу, чуть больше тысячи строк поддерживают, насколько я знаю. Ну, то есть это такая игрушка простая, но интересная достаточно. Швейцария. Проект. Приехал, пришел, приехал, обратился клиент из Швейцарии. Занимаются они, ну вот тут, занимаются они аварийным вскрытием замком и защищенным дверей. Чтобы вы понимали, по площади это как Львовская и Волынская область вместе взятые. Страна небольшая, но, к сожалению, только по площади. Теперь, что я сделал, вот что на этой карте? Клиент, так же самое, он заполнил вот этот бриф, ответил на вопросы, но мне недостаточно было контекста. То есть, допустим, я спрашиваю, а вот с чем связано там вскрытие замков, какие вот причины? Ну, говорит, люди там, ну вот приезжают в страну, говорят, ну меняют жилье, говорит, боятся, что воры будут. Хотя у них, ну, если по сравнению с другими европейскими странами, то там достаточно низкий уровень убийств, вскрытий и так далее. Но, тем не менее, он есть. Что я сделал? Я просто взял гугл-карту, взял по нужным запросам, вытащил пины. И вот синенький пин, который вот этот есть, это местонахождение заказчика. Я для себя взял, не для заказчика дел, а чтобы посмотреть, а как он относительно других. Но мне этого мало показалось. Я решил залезть в открытые данные Швейцарии. Как-то немецкий язык, там, в принципе, несложно это все было. Нашел там данные именно по частоте грабежей. Ну что, ну вот у меня есть такие данные, но мне надо как-то их накинуть на карту. Окей. Теперь ты видишь, где ты, где статистика грабежей, а где конкуренты твои. Ну, кстати, там есть ссылочка, там можно зайти как проф. Просто это немножко, извините, это ламерский подход. Ну, я хочу просто, насколько получится в следующем году, это все оптимизировать, чтобы эта программа быстро рассчитывала, чтобы на Google карты сразу нужную статистику, это все закидывал. Это я вручную все делал. Один на один вот эти вот слои накладывал. Но чтобы хотя бы видеть для себя и показать клиенту картину. Дальше. А вот какая частота взлома? Взлом, потому что надо поменять двери, или там взломали дверь, мне надо открытие замков. Где мы находимся, где, насколько часто это все делается. Я потом расскажу, зачем. И, например, я решил пойти дальше. А что, может, посмотрите, где вот уже недавно построили в Швейцарии. Затем, может, статистика показывает. Да, показывают эти данные. Можно опять посмотреть. Окей, мы, в принципе, в хорошем месте, в местечке находятся. Вот тут недавно построили здание. То есть, в принципе, можно рекламироваться. И это, например, может и недорого стоит даже. А есть места более отдаленные, где и конкурентов особо немного. И там можно тоже придумать что-то. Дальше. Есть квартира, есть апартаменты. Апартаменты тоже, в принципе, недалеко от конкурентов. Это все можно так же само, в принципе, посмотреть и продумать. Предложение для апартаментов, для квартир. И я решил посмотреть, где посетители нашего сайта. Вот просто тоже, опять же, с картой, с конкурентами. Но теперь вспомним, да, вот эти частоты грабежа. Дальше частота взломов, где построено это все. И я подумал, можно ли найти корреляцию между ними? Вот как сопоставить эти данные? Оказывается, можно. Я посмотрел, в принципе, посетители сайта более-менее связаны с частотой грабежей. Окей. Что мы можем с этим делать? Это просто как одна из гипотез. Мы можем тексты продумать. Именно на сайте, на лендинге. Какие-то фото и видео подобрать, связанные с грабежами. Да, верность, с грабежами. Дальше. Создавать лендинги. Ну вот, что рекламировать в контекстной рекламе? Именно с нужным прицелом подойти к этому всему делу. Это одна маленькая часть работы просто по UX в рамках ресерча. Поэтому, когда говорят, что вы UX делаете? Вы только проектируете интерфейсы? Ну, на самом деле нет, не так. Дальше. Это, смотрите, временные данные. Вот, например, казалось бы, как оно к UX? Как оно относится вообще к проектированию интерфейсов, когда мы говорим о предсказании стоимости конверсии? То есть это относится к временным рядам. Что есть? У нас есть данные. Вот, например, я хочу взять за два года. Это только срез. Это только head. Это означает, что мы показываем первые пять, а их там около пятиста. И каждый день это суммарно, вот какая стоимость конверсии. Дальше. Мне интересно было, окей, посмотреть. Это там есть Lego и Pampers. Это Lego. Какая стоимость конверсии у нас идет вот с 16, где-то с конца 16 года и вот по 18. И во временных рядах, в принципе, надо подумать. Ну, вот, например, посмотреть хотя бы, вот если мы посмотрим здесь этот тренд, вообще тренд общий, и посмотреть его сезонность, да, вот. А почему-то это вот где-то между, ну, октябрь, где-то ноябрь почему-то так сильно поднимается по Lego. Я не знаю, может, день рождения, может, люди заранее подарки готовят. Но надо подумать, как оптимизировать именно на этот период стоимость. Но двинемся дальше. Я не показываю просто код здесь нарочно, потому что это тема вообще отдельного разговора, отдельной лекции. Я решил посмотреть, вот, связь, да, ну, насколько будет прогноз более-менее правильный, да. Вот есть всегда отклонения, всегда есть ошибки, ну, то есть статистические ошибки. Это нормально. Ну, вот они. Вот я попытался, ну, конечно, можно еще минимизировать, просто я еще не самый крутой дата-сайентист, ну, пока только начинаю, но тем не менее попытался посмотреть, да, вот. Мне интересно было прогноз на 7-8 месяцев, что будет со стоимостью за конверсию. В принципе, можно видеть, что она чуть-чуть будет падать, снижаться. И я решил сравнить данные по двум категориям. Вот синенькие – это Lego, красные – это Pampers. И вижу, что, ну, вот, прикольно, примерно вот они понижаются. В принципе, можно клиенту говорить, что, чувак, все хорошо, может быть, посмотрим другие категории. Но и вроде тренд показывает, что все хорошо. И я смотрю теперь просто вот временной ряд, и вижу, что вот на Lego вообще будет хорошо. То есть вот как бы и все отлично даже. Но тут надо тоже задумываться. Ну, не может быть все так хорошо. По крайней мере, сказать, что есть возможность подумать над Pampers. Вот Pampers, ну, не так хорошо. То есть давай мы как-то оптимизируем. Может быть, мы подумаем, как улучшить именно категории, улучшить карточку товаров для Pampers. Подумать, какие-то акции, чтобы у нас, в принципе, и стоимость клика была меньше, ну, и, соответственно, конверсия была ниже. Вот. И стоимость конверсии, соответственно, снизилась. Ну, так можно не две, а три, а можно побольше категории себе взять. И можно посмотреть вообще, если оба показателя в рамках года, когда они повышаются. Вот, как я говорил, где-то с сентября по ноябрь, да, что вот, ну, с небольшими сдвигами, вот, по Pampers, то можно посмотреть, что если она будет увеличиваться, подумать, что я могу на этот период именно улучшить на сайте. Вот, может быть, давайте какую-то акцию дадим, давайте какой-то приз разыграем, давайте опять же свяжем с соцсетями это все. подумаем, найдем варианты. Это было на Jupyter и Python. Теперь отдельно о конверсиях. Когда говорят, ну, вот, увеличьте мне конверсию, ну, там, из посещения в леда, но я позволю себе выйти, пока забел эту штучку, чаще всего клиенты вот где-то вот здесь вот находятся. Вот просто вот здесь вот, они просто хороший тактический шаг, но менее стратегический. Может, стратегически действуют топы и так далее, но они не могут это подсказать. Но мы-то, в принципе, с вами где-то и сами понимаем, и логично осознаем, что, прошу прощения, нужно увеличить активность людей, чтобы они вовлекались, они возвращались к нам. И, к примеру, это, видите, profit per human, и там repeat purchases per human. Что это означает? Что конверсия – это, ну, вот только первый шаг. Нам надо постоянно его увеличить. Поэтому был вопрос и про акции, и про лояльности, и про другие. Вот надо вот этих низов, с этого, извините, такого дна, я его назову, вот именно к топу идти. Поэтому конверсия рассчитывается чуть-чуть… Ну, вот его байк дал, вот он правильно назвал, это не просто конверсия, а conversion value, и ценность этой конверсии. А ценность именно, сколько мы с человека можем… Ну, сколько мы, извините, ну, правда, сколько мы денег с него можем взять. И, например, как его вернуть, каким способом вернуть. Это уже отдельный разговор для UX. Дальше. А у меня тут что-то не кликается. Да, вот, не получается. О, хорошо. Смотрите, дефолтная рутина, лайфхак. Давайте я вам покажу просто на живом примере. Когда мы… Мы каждый раз с вами работаем с кучей данных. Ну, кто занимается UX, разработкой, может, программированием. Что я делаю? Чтобы вот это называется… Я перевожу в черно-белый экран и включаю night shift. То есть я убираю синий цвет. Когда у меня голова… Просто иногда голова болела, глаза болели и слезились. Когда я это сделал, ну, оно быстро прошло. То есть синий цвет не мешает. Ты можешь вообще дольше сидеть, меньше уставать. Вот, я просто читал, есть social engineering, ну, инженеры в фейсбуке, которые рекомендовали эту штуку. Я попробовал сделать ее на телефоне сначала, а потом я подумал, слушай, это классно. Я сделал его на… Потом перевел на ноутбук. Но, тем не менее, что я хочу сказать, что если тебе надо включить свет, действительно, когда нужно включить это, это не принципиально. То есть, ну, это такая маленькая деталь, которая тебе позволяет дольше сидеть с меньшей усталостью. На меня немножко так вот сотрудники так косились, дико смотрели. Потом, окей, некоторые даже перешли так же само. И да, когда вы, кстати, где-то ездите или там на митинге сидите, у вас дольше живет аккумулятор. Как в телефоне, у меня, ну, телефон 5 дней живет айфон. Я не знаю, вот примерно, когда так сделал. Дальше. Это просто была вставочка. Смотрите, что вот это. Например, мы с вами там оценивали фейсбучик, да, вот, что люди лайкают. Но мы же знаем, что это омниканальный мир с фейсбука в один клик, в следующем табе от тебя YouTube. Люди приблизительно что-то могут искать. Ну, к примеру, они ищут байки себе. Пока я, ну, мне просто не дошли руки написать какой-то парсер, который бы мне выкачивал бы вот этот весь список. Что я сделал? Я, допустим, беру там топ 50 вот этих заголовков. И причем, ну, например, там беру там bikes how to choose guide. И беру там, копирую каждый, каждый, каждый вот заголовок. Ну, и отсортироваю это все по количеству просмотров. То есть, почему? Ну, у меня такая банальная логика, что если смотрят, значит, они как бы кликают, значит, заголовок их мотивирует сделать. Ну, кроме заголовка-то еще есть картинки. Ну, картинки некоторые там юзеры настраивают, некоторые машины обучения само там находит, подбирает. Поэтому я решаю эту задачу, как бы убить два зайца одновременно. Первое, я хочу посмотреть вот статистику по ключевым словам. Да, вот что часто, чаще всего пишут об этом. Да, там, например, байк, байкс там, байк, стелс там и так далее. По другим темам это могут быть совершенно другие ключевые слова. Но мне это тоже дает понимание, а что в ютубе происходит. Но с другой стороны, я еще смотрю эти разные картинки. Я потом подумаю, окей, а что если мы эти картиночки возьмем и применим себе на сайт. Подумаем, как его в рекламе сделать. То, что, в принципе, люди тыкают, нажимают, возможно, это будет на другом ресурсе так же само работать. Давайте вдогонку. Поймите лучше бизнес-клиента. Что это означает? Когда ко мне обратился Интертоп, мы еще даже не начинали фактически работать. Я написал одному из руководителей IT, говорю, я хочу к вам в магазин пойти на один день. Он такой, как? Пойти с продавцом, я не буду продавать, а просто рядом с продавцом смотреть, как люди покупают, как они смотрят, как они выбирают пообщаться с продавцами. И сдали зеленый свет, назначили меня в магазин. Я пошел. Более того, объясню, зачем это все делается. Ты можешь сидеть там неделю ресерчить, но за один день ты столько информации получишь. просто о бизнесе тебе расскажут, что, как продается, что с чем. И ты спрашиваешь, например, как… Не, мне просто интересно ваш смех, почему вы так реагируете. Может быть, что-то вспомнили? Мне просто интересно для себя. В целом, и оно мне за один день дало очень много ответов на те вопросы, которые я искал. Дальше. На производстве. Был опыт, когда мне надо было понять, а как эта махина работает, а с чем она связана, а как ее обслуживают. Просто приехать – это не то, чтобы почитать. И не то, чтобы посмотреть там видос. Дальше. Продавцы. Продавцы могут много рассказать. Например, ты там с кабелем работаешь, и ты не знаешь, какая специфика. Тебе там ЛПР не всегда, он занят своими делами. Продавец тебе больше расскажет. Не надо много читать. Можно просто… Одновременно читаешь, одновременно просто пишешь на почту нужные тебе вопросы. Дальше. Тестируйте продукты или услуги. То есть, если ты что-то… У нас было такое случае, когда с Lenovo мы попросили… Команда, которая работала, включая меня, попросили, чтобы назначили человека, который бы нам показал, как работает вся линейка. Чем она отличается? Мы даже записывали видео, чтобы потом это не забыть, вспомнить. И потом о каждой линейке описать. Надо понимание. Дальше. Больше вопросов не будьте… Ну, многие люди думают, что я как-то покажусь там ложком, если буду наивные вопросы. Нет. Задавайте больше вопросов. Не чувствуйте. Будьте как детьми. Ну, то есть, ну, никогда. Ну, даже иногда, если ты из пара умных вопросов, пара таких, ну, легких вопросов, ничего не случится. Лучше сразу, ну, потому что потом возникнет больше проблем. Дальше. Смотрите. Ищите больше данных. То есть, клиент вам, ну, не будет все вот взять на блюдечки, там, раскатывать. По опыту Швейцарии берешь открытые данные. Скажи, мне не хватает статистики продаж. Скиньте мне, пожалуйста. Или если есть доступ к Power BI, пожалуйста. Дальше. Читаю отзывы клиента на том же Фейсбуке, отзывы конкурентов на том же Фейсбуке. Как они реагируют на это все. Ну, пробуйте новое. Это чисто с моей точки зрения, да, вот, что повлияло, да, машина обучения, хакатоны, когда у тебя мозг взрывается, ты мало спишь, но тебе надо генерить идеи и быстро их рассказать. И, например, там, я делал по дополненной реальности, опять же, связанной с хакатоном. И, смотрите, вот, из того, что я сказал, пожалуйста, если вам что-то будет там ценное, важное, интересное, примените к проекту. То есть это как книжка, да, ты, если почитал, но ты ничего не сделал, но ты просто время провел зря. Ну, вообще, спасибо, и давайте вопросы свои. Спасибо, Кирило, за твой выступ, такий дуже науковый подход у тебя классный. У меня вопрос, ты там расследовал разные товары и расследовал их продаж каждого месяца там, и ты сказал про то, что почему там какого-то месяца просило и так далее. Я не знаю, что там были за типы товаров, но есть типы послуг, которые просто, ну, там, сезонно привязаны до сезонных каких-то потреб людских, або, например, связаны на каких-то тенденциях чи традициях этой данной страны, чи менталитетах. Ты это тоже уже враховывал, так? Ну, смотри, проданная услуга – это единичка. Продано две услуги таких – это двоечка. Оно так же само подается количественному выражению. Ты так же само можешь посчитать, сколько ты услуг оказал в данном случае, или я, может быть, неправильно понял вопрос? Да, есть такая штука – это сезонный спрос. Оно, наверное, во многих бизнесах это точно есть. Что с этим делается? Ну, если это не сезон, ты в любом случае подготавливаешь. Ну, как UX у нас как раз в межсезонье это мы подготавливаем клиента. То есть мы, опять же, много идет ресерча, чтобы в сезон очень хорошо выстрелить. Например, с минимальной стоимостью по контекстной, ну, как можно минимальной. То есть посмотреть, как лучше превзойти конкурентов по SEO, там, например, что для этого сделать именно в плане, там, подачи интерфейса, как оптимизировать поиск. То есть, ну, готовь, Саня, летом. Вот у нас такая работа идет. Разумело. Дякую. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня вопрос по брифу и по вопросам, которые вы перечисляли в начале. Подскажите, пожалуйста, большинство ли клиентов отвечают на большую часть вопросов? Убираем 30%, ну, два вопроса, которые для 30%. Все ли они хорошо настолько знают свой бизнес и могут реально описать и дать вам ответ на эти вопросы? Так, сейчас вернусь. Смотрите, вообще классный вопрос на самом деле. Есть люди, которые… Так, давайте без брифа. Вот, нет, я с такими не работаю. Это дело принципа. Вот серьезно. Те люди, которые не хотят полчаса потратить на ответы на вопросы, о чем с ними дальше общаться? Вот реально, это может звучать вот как-то так, ну, это меня, ну, не раз выручало. Я просто сказал, что, окей, как бы, ну, если вы не хотите, если вы будете готовы, пожалуйста, ну, заполните анкету, мы с вами дальше проговорим. Если он не хочет первый шаг делать, о чем дальше говорить? Дальше. Второй вопрос. Наверное, есть люди, которые не знают, как ответить. Но если я вижу, что, например, там 60% заполнено, но 30% еще отсутствует, окей, можно подтянуть. Я, например, говорю, что… Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы. Мне нужно вот для того-то, того-то. Есть ответы, когда там, ну, требуют уточнения. Я просто беру в Google Docs и комментарии ставлю. А что вы имели в виду? А почему вы это имели в виду? А можно ли как-то иначе сделать? И, как правило, люди отвечают. Ну, то есть, запомните одно правило. Если он не хочет тратить на вас время, чего вы должны на него тратить время? Кому оно надо? Ему или вам? Я ответил на ваш вопрос? Да, вполне. Но вытекающие еще есть. Если, например, они на какие-то вопросы хотят, чтобы вы провели ресерч, там, глубже про конкурентов или еще что-то, то есть они там говорят, давайте мы ответим на вот эти вот, а вот эти вот, может, вы расследуете и сами нам скажете. Ну, как правило, да, так и бывает. Они тебе дают просто общую картину, да, а ты дальше рисуешь маслом уже. Ясно. Спасибо большое. Спасибо большое за содержательный доклад. Можете, пожалуйста, вспомнить каких-то три классных инсайта, в результате которых вы придумали какие-то решения, которые дали самый большой рост в конверсии. Ну, просто, я не знаю, условно говоря, вы поняли, что на карточке товара людям, которые покупают там обувь, важно какую-то информацию подать в первую очередь. Вы нашли этот инсайт, применили, это дало там рост в конверсии, там, не знаю, в два раза. Ну, условно говоря. Ну, что-то такого. Есть какие-то такие хорошие примеры, которые можете рассказать нам? Все-таки результатом ресерча, как бы, является нахождение инсайта, а еще и принятие решений, которые влияют положительно на продукт. Ну, смотрите, у нас, ну, как таковых в два раза не было, оборот в три раза увеличился. Это я могу точно сказать. Не могу про крупный проект, могу сказать, что, ну, чтобы в два раза конверсии нет. Бывало такое, что я иду поперек правил. Например, кто-то там, все пишут, что если там, ну, например, там, добавить в корзину, а я делаю наоборот кнопочку купить. Вы знаете, вот, ну, кажется, резонансово, это работает. Это лучше работает. Когда много товаров, там, да, там не надо купить, надо добавить в корзину, потому что их мало и так далее. Нет, купить работает. Просто бери, изменяй эти правила, пробуй. Ну, потому что это кто-то написал, и у них так. У них так, у тебя иначе. У тебя другой бизнес. Не бойся выходить за границей. Смотрите, вернусь к вопросу. Давайте по одному бренду, когда поднялась, там, оборот в три раза. Мы пилили все from scratch. Я понимаю, у вас подход очень классный, итерационный, очень взвешенный, научный, в частности. Но есть тогда, когда вот, ну, вот пациента не вылечишь, его надо новый делать. Вот берешь проект from scratch, и ты каждому объясняешь программисту, как должен работать поиск, почему он так работает, что случится, если ты не так сделаешь, да, как это на бизнес повлияет, чтобы разработчик понимал, что он код не для кода пилит, он код пилит для того, чтобы клиент возвращался, то есть мы имеем метрики. И мы сразу показывают, даже разработчикам я показываю, какие у нас метрики будут. И тогда, вот вы знаете, даже такие простые вещи, они мотивируют. Они мотивируют просто написать лучше, и в итоге у нас повышаются. Ну, в два раза, я не помню. Ну, как правило, смотрите, я меряю по-другому. Если человек ко мне возвращается назад за какой-то услугой, значит, что-то мы правильно делаем. Или нас ненавидят. Меня ненавидят, в частности, значит, что-то правильно делаю. Но это, как правило, меня могут ненавидеть дизайнеры и разработчики, потому что ты въедливый, сильно, очень въедливый. А что, еще есть? Давайте. Підкажите, пожалуйста, чи вы проводите користовательские интервью? Проводите? Очень часто. И как вы шукаете юзерів том-то швейцарського сайту чи там сайту Интертопа, чтобы питати? Смотрите, именно со Швейцарии, ну, нас таков... Во-первых, надо понимать специфику страны. Тебе лишний раз никто без разрешения, там очень бюрократично все. Попробуй человеку даже в доме сфотографировать. Нет, и что? Это могут очень... Ну, это... А просто, вот как вы шукаете людей? По Украине, ну, смотрите. Да очень просто. Во-первых, можно взять... Я не люблю искать очень дорогие. Я люблю простые и относительно дешевые способы реализовать идеи. К примеру, я могу написать на Фейсбук или попросить друга написать на Фейсбук, у которого аудитория резонирует. Говорю, чуваки, у нас там есть бюджет. Придите, пожалуйста, на час. Кому это интересно, заполните анкету. Мы с вами пообщаемся. Если вы получите деньги, но, смотрите, сам коррестовый... Люди врут. Я это понимаю. Я на это делаю скидку. То есть оно как бы помогает, но надо понимать, что люди, то, что они говорят, то, что делают разные вещи. Надо сравнивать с тем, что он делает, например, в Ходжаре или в Яндекс.Метрике. А эти вещи очень могут отличаться. Даже на той... на одной и той же аудитории. Поэтому тут надо комбинированно подходить. Ну, еще давайте вопросы. Вы стали? Я сильно нагрузил, нет? Я только... Я только часть просто сделал. Я не мог в час больше. Хотелось бы. Что ж, тогда дякуем Кирилу. Если у вас будут какие-то додатковые уточненчие питания про то, что, как он делал, або с чем взаимодействовал, або какие инструменты он использовал... До речи, Кирилл, скинь, пожалуйста, список всех инструментов, про которые ты говоришь. Это может быть очень циканно. Ну, не сейчас, просто потом я разшарю за мной, я разшарю за всема. Окей. Что ж, мы закинчили нашу официальную часть, чем я всех нас вітаю. Зараз мы перейдем до менш официальної частини. Это будет часть авторпаттей и нетворкингу. Для того, чтобы ее оформить. Нам нужно хвилин 10-15 часов, поэтому, будь ласка, пройдите все на кухню и там очекуйте. Мы через 10-15 хвилин вас покличем, и мы авторпаттей будем проводить в этом зале. Всім дякую за то, что вы отведали нас. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok